Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я хочу выделить несколько важных новостей. Крупнейший банк США JP Morgan Chase говорит, что биткоин может вытеснить золото. Что же произошло? На протяжении буллрана 2017 года Джейми Даймон называл биткоин скамом, в то же время накапливая его. 12 сентября Джеймс Даймон сказал, что биткоин это мошенничество. Он заявил, что уволит любого трейдера в своем банке, который будет торговать криптовалютами. Цена биткоина упала на 24%. Когда Джеймс Даймон говорит, люди слушают. А потом мы узнаем, что самым большим покупателем биткоина в Европе оказались Морган Стэнли и JP Morgan. Сейчас он говорит, что биткоин может заменить и вытеснить золото. Это не имеет никакого смысла. Именно так все эти банки постоянно и лгут. Ничего из того, что они говорят, нельзя воспринимать серьезно. Ничего из того, что они говорят теперь, когда мы уличили их во лжи, больше не имеет смысла. Без сомнения, криптовалюты приближаются к фазе принятия. Некоторые люди говорят о биткоине за 50-100 тысяч долларов. И это очень круто, ведь это даст прирост в 5 раз от той цены, на которой он сейчас находится. Но, как вы знаете, я не ищу мимолетных прибылей. Я ищу меняющие жизнь целых поколений инвестиции. Именно поэтому я и думаю, что биткоин может стоить 100 тысяч долларов. Это вполне реально. А XRP может добраться до двухзначных чисел во время следующего бычьего цикла. И это тоже вполне реально. Не просто реально, а скорее всего, это и произойдет. Мы уже видели булран почти до 4 долларов, который произошел в 2017-2018 годах. Тогда такой рост спровоцировали также и новости о том, что XRP будет торговаться на Coinbase. Сегодня же, спустя почти 3 года, у нас есть реальное применение XRP. Есть технологическое развитие XRP. И даже регуляторная ясность все это уже здесь. Регуляторная ясность – это сильнейший катализатор. На данный момент все еще присутствуют сомнения и сомневающиеся. Но как только мы получим регуляторную основу в США, назад пути уже не будет. И мы видим, что это просто неизбежно. Мировые лидеры и весомые фигуры в финансовом мире говорят об этом. Кристалина Георгиева, действующая глава Международного валютного фонда, утверждает, что цифровые платежи представляют революцию в финансах. Это революция для человека, который не имеет доступ к банковским услугам. И для небольшого бизнеса, который ищет возможности для расширения. Вам больше не нужно быть большим бизнесом, чтобы стать глобальным бизнесом. С криптовалютами и цифровой экономикой меняется понимание того, что такое слово «глобальный». Вот что называется выходом на мировую арену. Я верю, что однажды это все станет реальностью. Реальностью, где мы, инвесторы в биткоин, инвесторы в Ripple XRP, станем маркетмейкерами и в потенциале небольшими банками. Собственными банками. Это звучит немного странно и даже непонятно, но я думаю, это будет реальностью. Однажды у нас будет возможность обеспечивать остальные наши активы криптовалютами. Или, например, давать наши криптовалюты в кредит. Например, Ripple XRP. Но сейчас мы должны задуматься о природе того, куда все это движется, и быть готовыми к тому, что скоро произойдет. Теперь некоторая информация про airdrop токена Spark от Flare Network, которая должна была быть озвучена уже давно, но только сейчас я нашел для этого время. Flare Network будет запущена в первом или втором квартале 2021-го. Раздача токена Spark будет продолжаться много месяцев. Каждый аккаунт, который участвует в airdrop, сразу получит только лишь 15% от общего количества токенов Spark, которые ему причитаются. Остальные токены будут распределены в промежутке от 24 до 35 месяцев. Я считаю, что причина, по которой они делают это именно так, заключается в том, чтобы люди не продавали все эти токены одновременно. Это может спровоцировать крах проекта. Вам может казаться несправедливым то, что они так делают, либо вы можете воспринимать это как манипуляцию. Но дело в том, что они выстраивают сеть и проект в долгосрочную перспективу. Это будет гарантировать его силу и жизнеспособность, и мне это, безусловно, нравится. Хотя, конечно, я тоже хотел бы получить свои Spark в полном объеме и побыстрее. Однако, все, что происходит, принуждает нас к самодисциплине и к видению того, насколько ценным будет токен Spark в будущем, ну и, конечно же, вся инфраструктура, которая за ним стоит. Этот airdrop является огромной разработкой, огромным стимулом для сообщества, чтобы оставаться здесь надолго. Как минимум на 24-35 месяцев. И это самое важное, у нас с вами есть уверенность, что ближайшие 2-3 года сообщество будет крепко держаться за Ripple XRP. Еще одна важная новость. Криптовалюта находится на первой странице декларации о доходах США. После многочисленных переносов налоговая служба США, наконец, завершила работу над формой 1040, которая прямо в лоб задает ошеломляющий крипто-налоговый вопрос. Когда налоговая служба готовится взыскать проценты от наших крипто-доходов, нам нужно понимать, что криптовалюта становится законным классом активов. Нужно осознавать, к чему это все ведет. Это еще один фактор, который легализирует криптовалюты. Далее я хочу показать вам официальное заявление Банка Франции. Испытания цифровых валют Центрального банка могут привести к законодательным изменениям. Будет 8 запланированных экспериментов с ЦВЦБ с целью усовершенствовать условия исполнения трансграничных платежей, либо же создания новых способов, при помощи которых игроки финансового сектора получат к ним доступ. Имеется в виду доступ к ЦВЦБ – Центральным валютам Центральных банков. Это очень важная новость. Они продолжают говорить об исследованиях, экспериментах и испытаниях. Я предполагаю, что они уже значительно дальше того, о чем знает общественность. О том, что разрешено знать нам. Они значительно дальше этого, я в этом уверен. Причина, по которой я думаю, что они лгут о временных рамках, заключается в том, что они хотят, чтобы люди думали об этом как о далеком будущем. Возможно, поэтому они и создают так много факторов, чтобы отвлекать людей. Это и конфликты, это и политика, это и кризис здравоохранения. Я думаю, что такая финансовая система должна появиться очень скоро, буквально на протяжении нескольких лет. Я верю, что цены криптовалюты, в том числе биткоина, эфириума и XRP, вырастут еще больше до этого события. Нужно обратить внимание, как развивается вся эта история, а развивается она очень быстро. Я даже не успеваю осветить все это у себя на канале. Теперь давайте посмотрим твит от XRP маме. Но перед этим я хочу напомнить вам, что одним из главных трендов уходящего года, да и нового 2021-го тоже, остается беспокойство о природе и экологии. Например, Apple убрали зарядные устройства в комплекте поставки своих новых айфонов. Они говорят, что делают это с целью уменьшения углеродного следа. Это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо или косвенно человеком, заводом, организацией, мероприятием или продуктом. Теперь и Ripple работает с Energy Web, чтобы уменьшить углеродный след всех блокчейнов. Может ли это быть тем, как Ripple повлияет на биткоин? Предложит способ, при помощи которого майнеры будут применять экотехнологии для добычи монет биткоина. Ведь для биткоина, как мы знаем, эта тема болезненна. Все мы знаем, сколько энергии потребляет майнинг. Климат остается главной темой, которую мы слышим от всех политиков. Они продолжают говорить о необходимости стабильного финансирования этого направления. Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Мировой банк, Мировой экономический форум. Все они обсуждают климатические изменения. Я уже говорил вам, что XRP в 57 тысяч раз более дружелюбный к окружающей среде, чем биткоин. Среди прочего, включая высокую скорость транзакций и небольшие комиссионные, будут и энергетические причины, по которым XRP может быть использован для финансовой системы будущего охотнее, чем биткоин. Логика и причины преодолеют любые препятствия, о которых вы только можете подумать. Логика и причины имеют значение. XRP построен именно на логикопричинных основаниях. И наконец я хочу рассказать вам о Папе Римском. Папа Римский выступил за великую перезагрузку. Папа Римский поддержал необходимость такой перезагрузки, в том числе и для финансовой системы. На Мировом экономическом форуме несколько лет назад мы видели видеоклип, в котором нам рассказали, что нас ожидает будущее, в котором мы будем счастливы. Хотя при этом будем иметь ничего. Хе-хе-хе. Что это за абсурд? Это именно та повестка дня, которую сейчас они пропагандируют уже открыто. Великая перезагрузка. Их девиз построить лучше, чем было. Нет, ну какие же лицемерные добродетели? Маскируют свои Оруэлловские программы и утопические идеалы. Более инклюзивный, то есть общественный капитализм, говорят они. Я им не верю. Простите меня, если я не верю правительствам ни одной из существующих стран. Кажется, что у них есть склонность к тирании и к невыполнению своих обещаний. Так почему я должен верить им сейчас? В тот момент, когда они явно используют существующий пандемический кризис как возможность для укрепления и усугубления своего влияния на все сферы нашей жизни. Чтобы экономика заработала, нужно убрать государство из экономики. Мы видим, как они наоборот лезут в нее все больше. Принц Чарльз, Клаус Шваб, Папа Римский, МВФ, Мировой Банк, БМР. Множество правительственных лидеров. Все они за великую перезагрузку. Все, что я говорю вам, это то, что великая перезагрузка это не какая-то утопия. Это то, что грядет. Плохо это или хорошо, покажет время. Но то, что на наших глазах прямо сейчас происходит история, в этом у меня нет никаких сомнений. Все, что я хочу сделать, это подготовить себя ко всему, независимо от того, что лично я считаю возможным. Это величайшее финансовое представление на земле, и 99% населения не обращает на него внимания. Но когда они очнутся и увидят, что на самом деле происходит, будет уже поздно. А на этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Мне всегда очень приятно, а каналу это помогает расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok